Приветствую вас! И, прежде всего, можем идти речь о фрустрации, то есть, о незавершённом действии, которое у вас сейчас вполне возможно преобладает, да, вот, то есть, вы, ну, незаверзили отношения тактические, до сих пор вы ещё находитесь в отношениях, до сих пор вы ещё пребываете в состоянии его девочки, вот, и до сих пор не принялись, что вы одна, вот, то есть, своего молодого человека вы не отпустили, ну, вы об этом пишите. Соответственно, завершить отношения, это первоочерёдная задача, первоочерёдная цель, завершить отношения, эмоционально их завершить. Делается это через различные методики, вот, там уже можно будет подбирать конкретно методику под вас, да, то есть смотреть, какая методика именно вам пройдёт, вот, подойдёт ли вам, да, там, не подойдёт она вас, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, можно будет что-то делать, да, это первое. Второе. Вы говорите, что вы расстались и остались с ним в плохих отношениях. Опять же, а чего вы ожидали, собственно? То есть, как бы, ну, вы, вы ожидали, что останетесь с ним в хороших отношениях? Но для чего вам это? То есть, зачем оставаться с ним в хороших отношениях? Что вы можете сделать сейчас, чтобы остаться с ним в хороших отношениях? Прежде чем отвечать на этот вопрос, обязательно подумайте о том, чего вы хотите, ну, вообще, от отношений с ним. Дальше. Следующий аспект. Следующий аспект касается вашей потребностной сферы. То есть, я имею в виду, что вы потеряли вместе с уходом молодого человека. Вообще, из-за чего расстались? Да, то есть, вы говорите, что он вас бросил, но согласитесь, что это довольно такая жертвенная позиция, что он вас бросил, именно. То есть, как бы, вырастали. Вот что вы потеряли для себя вместе с уходом, ну, вместе с уходом мужчины от вас? Что вы потеряли? Чего решили? Что раньше, значит, что раньше, вами перекладывалось на него в качестве своей ответственности? Ответственность за какие желания он брал ваши. Вот. Понятно, о чем мне тратить? То есть, это вот то, что необходимо вам для себя определить. Обязательно. Обязательно определить. Без этого, ну, невозможно будет, да? Дальше. У вас есть определенная детская позиция, в некоторой степени инфантильная позиция, да? Что можно забыть, то есть, вы хотите забыть то, что произошло. Но забыть, это значит исключить из своего опыта. А если исключить из своего опыта, значит невозможно будет сделать выводов. Ну, из этой ситуации. Так может быть, может быть, вы не хотите делать выводов. Может быть, вы не хотите извлекать опыт. Вот вы говорите, что всё время у него на виду, чтобы, значит, он обращал на вас внимание. Зачем? Для чего вы это делаете? Что вы хотите? Что за желание стоит за этим? Что за бодребность стоит за этим? Знаете, как только вы отделите своё состояние, своё негативное состояние от самого человека по себе, да? То есть, вот есть человек, да, а вот есть, как бы, моё состояние. Как только вы отделите одно от другого, то вам сразу станет легче. Потому что вы увидите, что то, что происходит, происходит с вами не потому, что вас бросил молодой человек. А он вас бросил потому, сама эта ситуация стала возможной. Потому что у вас есть определённые личные внутренние проблемы, внутриличностные проблемы. Такие, как, например, страх одиночества, неуверенность в себе, обесценивание себя же, отсутствие чёткой модели, женской модели поведения. Ну, вот, ревность, ну, может быть, я сейчас, как бы, не претендую на истину, да? Потому что информации я себе вы подоставили очень мало. Вот, не хочу навешивать на вас ярлыки. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, есть какие-то проблемы. И вот эти проблемы, которые у вас есть, эти проблемы, их и нужно решать вам, вам самой. Понимаете? А мужчина, это просто индикатор. Индикатор того, что ваши проблемы имеют место быть. И всё. И всё. Так, не можете забыть, пишите вы, да? Что именно не можете забыть? Постоянно снится ночами, чего хотите, чего не хватает. А на работе всё время хочу быть у него на виду, чтобы он обращал внимание на меня. Зачем? Как пережить душевную боль, забыть его и начать на вашей жизни? Пережить душевную боль, то есть переживать душевную боль, не нужно. Переживание душевной боли в данном случае означает подавить душевную боль. Но душевная боль вам нужна, потому что, ну, без этого вы не сможете сделать необходимых выводов. То есть боль не нужно переживать, её нужно раскрывать, чего мне не хватает. Забыть невозможно, да? Можно изменить отношение к этому, переосмыслить своё отношение к молодому человеку. И новую жизнь начать так же нельзя, это иллюзия. Вы не начнёте новую жизнь, вы продолжите ту же самую жизнь, что есть у вас сейчас, только с новым опытом для себя. Вот. Ну и, соответственно, я рекомендую вам посмотреть в интернете тему созависимости, вот, изучите её немножко, то есть что это такое. И после этого уже на индивидуальную работу. Вот. Потому что раз за три месяца ситуация не изменилась, да, то есть три месяца вы продолжаете, три месяца, три месяца, как бы у вас вот такая история. Вот. Значит, скорее всего, это уже не самостоятельно, это не пройдёт. Вот. Скорее всего, надо работу. Надо работу. Вам же я рекомендую подумать вот о чём ещё. Каких отношений вы хотите на себя. Какие у вас цели, ну, цели в отношении. Именно цели. То есть, для чего? Для чего вы строите, ну, для чего вы выстраиваете отношения. Можно так сказать. Чтобы всё. Каких отношений вы бы хотели для себя. Какая вы женщина. Какой вам нужен мужчина. Обо всем этом я рекомендую вам подумать. Ну, нужен ли вам такой мужчина, который вас бросил. Не унижаетесь ли вы перед ним тем, кто пытается быть у него всё время на виду сейчас. А если унижаетесь, то для чего? Чтобы что? То есть, унижаетесь-то с какой целью? Ну, по факту. И для этого же есть какая-то другая, более глобальная цель. Это не любовь к мужчине. Правильно? Потому что, ну, если бы это была любовь, то вы бы уважали выбор человека. Правильно? Я думаю, вы бы его уважали выбор. Понимаете? Так что, рассмотрите для себя причину, по которым вы не можете принять выбор своего бывшего мужчины. Вот. И, и, соответственно, чего хотите вы? Для себя. Ну. Понимаете? На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok